Самые распространенные африканские языки – суахили и амхарские – начали изучать в трех московских школах. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов на Международной парламентской конференции «Россия-Африка». По его словам, такое решение связано с нехваткой специалистов, способных понимать менталитет африканских стран и основные модели их развития. По прогнозам ведущих мировых аналитиков, африканские страны могут сделать серьезный рывок в своем социально-экономическом развитии, подобный тому, который переживает Индия. Так называемый рывок догоняющей экономики. В связи с этим межгосударственные связи с африканским континентом в среднесрочной перспективе могут стать весьма ценными для тех мировых игроков, кто заранее выстроил долгосрочную стратегию партнерства с этим континентом. Африканские языки – это экзотика. Поэтому для разнообразия, для мотивации в качестве факультатива, конечно, можно было бы вести. Но нужно понимать, конечно, здесь цель, для чего мы изучаем иностранный язык. А все-таки африканские языки – это вот такая специфика, которая требует специальной подготовки. По словам заведующей кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения Института международных отношений Казанского федерального университета Наили Менгазовой, ввести новый предмет несложно, однако нужно быть готовым к подводным камням. Так как африканские языки достаточно сложные в изучении, в университетах они преподаются в качестве дополнительных дисциплин. Поэтому сложность в подборе специалистов, чей уровень знания языка будет соответствовать требованиям преподавания. Учительские кадры – это достаточно такой сложный вопрос. Если вот говорить про наш университет, у нас был один выпуск с языком суахиля, ребята-специалисты, и один выпуск языком африканц. Такая полномерная подготовка специалистов с африканскими языками в нашем университете, она вот ведется только на таком уровне. Специалисты готовятся, они как штучные, фактически, как говорим, штучный товар, штучные специалисты, поэтому, конечно, невозможно обеспечить школы данными специалистами, и достаточно сложно, большая проблема. На сегодняшний день африканские языки несут только факультативный характер, и вводиться в список обязательных предметов для школы Российской Федерации не будут. Даже вот на примере, скажем, арабского языка, который уже имеет давнюю традицию преподавания в школах, мы видим, что и на сегодняшний день обязательности нет, только у нас фактически полилингвальный только комплекс Адамнар, в которых он преподается в качестве второго иностранного языка. А так, что в ближайшей перспективе африканские языки стали обязательными в школьной программе, об этом говорить не приходится. Ну и, в принципе, необходимости такой нет. Отметим. Суахили и Амхарский еще никогда до этого не преподавали. В высших учебных заведениях тенденция поддерживается. Возрождается преподавание языков, которое почти исчезло. Например, Йоруба и Сомалийский. По словам экспертов, Россия получит сквозную подготовку. Школа, университет, работодатель. Светлана Барабанова, Карина Саяхова, Фарид Захид Оглы, Универньюз.